В ближайшие дни синоптики обещают на большей части страны новую волну холодов и осадки. А в некоторых северных регионах срываются сроки отопительного сезона. В Акмолинской, Павлодарской, Североказахстанской областях школы переводят на дистанционное обучение, а жители многоэтажек массово скупают обогреватели. Почему там до сих пор нет тепла, когда за окном уже идет первый снег? Официально отопительный сезон в райцентре Казыржарского района начался 28 сентября. Однако до сих пор батареи в домах еле теплые, и местные жители вынуждены пользоваться обогревателями. Холодно и в соцобъектах. Зайдя в здание поликлиники, без кольца не спешат снимать верхнюю одежду. Вон батареи холодные все. Снег уже на улице. В двухэтажке я живу тоже холодно. Дети маленькие. Я не знаю, что делать. Как теперь дальше жить? Куда смотрит руководство? Я вот неделю пролежал здесь на стационаре. Из дома обогреватель я принес. В селе Бескольт четыре школы. Одна перешла на дистанционное обучение, в другой из-за того, что в классах холода уроки сократили по времени. В остальных учебных заведениях температурный режим соблюдается, заверяют местные власти. По словам Акима сельского округа, в ближайшие дни система центрального отопления будет работать в штатном режиме. Сбой произошел из-за того, что к тепломагистрали дополнительно начали подключать 30 многоквартирных домов. И в это время у нас немножко в сетях стабильность упала, давление упало, разбор воды пошел. И это все совпало с тем, что в выходные дни люди начали с батареи воду спускать. Это очень сильно повлияло. Без отопления осталась школа и в селе Симферополь Акмолинской области. Когда началось строительство спортзала, убрали старые тепловые сети. А подрядчики не уложились в сроки и трубы к зданию школы до сих пор не провели. Однако строители оправдываются. Работы начали поздно из-за того, что областное управление образования затянуло сроки подписания договора. А школьники теперь учатся онлайн. В классах сидеть очень холодно. Планируем сегодня-завтра запустить все сети и должны подключить отопление. Сейчас в школе 13-14 градусов тепла. Поэтому сегодня принял решение перевести обучение в онлайн режим. Теперь в ноябре обещают поставить новый котел. В Павлодаре на холод в квартирах жалуются жители целого микрорайона. В эти высотки они заехали прошлой весной. Тогда новоселам обещали, что зимой в домах будет тепло. Для этого в строящийся микрорайон Достык прокладывают новую тепломагистраль. Вести в эксплуатацию ее собираются 10 октября. Работы на объекте завершают, но техдокументация на подключение к городским сетям еще не готова. С такой радостью сюда переезжали. А теперь вот вам, горячей воды нет, отопления нет. А ведь на улице ночью уже минусовая температура. Весь сентябрь холодно дома. Устали выслушивать обещания чиновников. Пусть помогают. Уже зима на носу. А пока одни вынуждены включать в квартирах сразу несколько обогревателей, другим и вовсе пришлось временно переехать к родственникам. Ербулабишев Кристина Ющичева, Асламбек Абуталипов. Итоги дня.